День знаний Также здесь состоялось вручение подарков участникам акции «Помоги собраться в школу» и произнесение клятвы. Сразу после поздравлений первоклашек во Владимирском саду стартовала Ночь науки. Здесь развернулось 20 научных, образовательных, творческих, спортивных и IT-площадок. Ребята проводили химические опыты, узнали азы робототехники, разгадали головоломки, соорудили башню и многое другое. Нам очень понравилось, организованно, замечательно, интересно, много народу, так скажем, собралось. Все в азарте, мы очень довольны этим праздником. Организаторами выступили информационный центр по атомной энергии, а также проект «Среда» при поддержке управления по делам молодежи администрации города. Мы здесь постарались во Владимирском саду собрать все практически интерактивные площадки научные нашего города. И я думаю, что сегодня это нам удалось. Потому что вы сами видите, сколько присутствует здесь посетителей. Это в первую очередь дети, ну и с родителями, школьники. Я думаю, что здесь им понравилось. Партнерами проекта выступили детские центры, музеи, школы иностранных языков, дворец творчества детей и молодежи, общество «Россия и Япония», а также издательский дом «Ульяновская правда». У нас в этом году есть программирование и конструирование на английском. И сейчас мы как раз представляем наш мастер-класс. Здесь работают два преподавателя, которые рассказывают ребятам, как легко можно запрограммировать что-нибудь, чтобы это мигало, чтобы это бегало. И да, и чтобы мультик самим тоже сделать, используя язык программирования Scratch. Ну а венцом праздника стал квест по территории парка, по результатам которого участники смогли стать обладателями ценных призов и символических памятных сувениров, в том числе гироскутера VR-шлема. Ночь науки преследовала основную цель – влюбить молодежь в науку, показать ребятне, что наука может быть интересной, чтобы в дальнейшем молодые дарования пополнили ряды ученых, которые помогли бы нашему региону развиваться и процветать. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.